Fallout 3, Arm Tassel 2, Diablo 3, Warhammer Online, а также Кто он? Первый компьютерный босс и самые ужасные дети виртуального мира Это и многое другое смотрите в Virtuality Привет! Меня зовут Макс Васильев и это Virtuality. В ближайшие полчаса вас ждет только самая новая интересная информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Разработчики продолжения легендарного Wolfenstein извинились перед PC-шниками. Неделю назад в сети появился новый ролик, в котором не было указано, что игра появится на персоналках. Инцидент быстро уладили, виновные понесли наказание. А еще вышел StarCraft 2. Такой графики я не видел никогда, ну а игровой процесс очень крутой. Это самое лучшее, что я видел для... Эй! Первое апреля закончилось несколько дней назад. Да? Ну я должен был попробовать. Молодец. Только правдивые новости далее в Virtuality. Любители выпить и онлайновых ролевых игр получили сразу два повода для радости. Для всех почитателей World of Warcraft появился специальный энергетический напиток, заряжающий геймеров на несколько часов успешной игры. Вкусная водица дает плюс 15 к мане, прирост к жизни 20% и 40-секундную неубиваемость. И все это со вкусом вишни, лимона и диких фруктов. Запей свою победу! Билл Роппер, один из продюсеров оригинального Диавла, недавно признался, что не чувствует в третьей части духа оригинальной игры. Это больше не наше любимое Диабло. Там все какое-то мультяшное, ничего готического в проекте не осталось, и мне, как игроку, от этого очень грустно, заявил он. И некоторые фанаты Диабло с ним согласны. Хотя, возможно, он просто завидует тем, кто сейчас делает главную компьютерную рулевую игру года. Американский рэпер Файнал в целях рекламы своего нового альбома выпустил флэш-версию Супер Марио под названием Супер Файнал, с собой любимым в главной роли. В игре он разбивает головой кирпичи и давит оранжевых чудиков. Те, кто осилит первый уровень и укажет свой почтовый ящик, получат специальную 8-битную версию одного из хитов рэпера. Возможно, в ближайшее время нас порадуют ремейками Дон Кей Конга или Танчиков с его участием. Короче говоря, парень решил раскрутиться по полной за счет стареньких игрушек. Одним словом, паразит. А знаете ли вы, что скоро выйдет Max Payne 3? Это опять первоапрельская шутка? Нет. Rockstar Games открыла уже официальный сайт игры. Max Payne 3 появится в конце 2009 года. А вот интересно, кто будет на этот раз противостоять Максу? Какой-нибудь мощный мегабосс? Кстати, интеллект, а кто был первым компьютерным боссом? Первый босс в компьютерной игре появился в текстовой РПГ D&D. Его звали «Золотой дракон». Разумеется, он представлял собой лишь набор напечатанных характеристик. В аркадные игры боссы пришли с выходом автомата «Феникс» в 1980-м. Там геймерам противостоял огромный инопланетный мазершип. С тех пор боссы прочно обосновались в компьютерных и видеоиграх. По версии известного портала Gamesport в тройку самых-самых боссов входят «Чокнутый Психо Майнтис» из Metal Gear Solid, «Принц Тьмы Геннон» из RPG Legend of Zelda и «Четырёхрукий демон» у «Зан Третий» из шутера Serious Sam. Победить этих боссов можно либо хитростью, либо мастерством. А если у вас нет ни того, ни другого, добро пожаловать в ряды читеров. Боссы не всегда ужасные, огромные монстры. Есть очень даже милые. Дети, например. А победить их бывает даже сложнее. Мы представляем вам великолепную пятёрку ужасных детей виртуального мира. Если рядом с вами малыши, посмотрите их в глаза. Пятую строчку хит-парада самых ужасных детей виртуального мира занимает скромная девушка Дженнифер из ужастика «Rule of Rose». Могла ли она предположить, где окажется, открыв странную книжку под названием «Маленькая принцесса»? А попала она в старинную усадьбу, где обитали милые, на первый взгляд, детишки. Мальчики и девочки вполне невинного вида на деле оказались маньяками. Все они состояли в тайном клубе аристократов красного мелка, поэтому ночью надевали на головы бумажные пакеты и совершали безумные поступки. Сначала ребятишки забили палками ни в чём не повинную собаку. Потом заставили Дженнифер выкопать могилу, где пытались заживо похоронить несчастную вместе с телом животного. Никому такого не пожелаем. Пятое место. Однажды маленькую Алису разбудил страшный шум. Горел её родной дом. Родители девочки не спаслись из огня, а сама она тронулась умом и угодила в психушку. А там в гости к ней пришёл белый кролик и весёлый чеширский кот, которые забрали её в сказочную страну. Вот только Алисе там не очень понравилось. Она взяла с собой огромный кухонный нож и, в общем, показала своё истинное лицо. Девушка твёрдо решила покинуть странное место, оставляя за собой лишь отрубленные головы и изрезанные тела. В конце концов, дитё вырвалось из психической лечебницы, перебив весь персонал, и даже не вспомнила о том, что пожар, в котором погибли её родители, её же рук дело. Алиса из «Американ Маги Элис» занимает четвёртое место нашего хит-парада. Когда дальнобойщик Трэвис Грейди увидел на дороге маленькую девочку, он не мог знать, каким кошмаром обернётся знакомство с ребёнком. Последовав за ней по пятам, Трэвис увидел горящее здание. Рискуя жизнью, он забежал в него и вынес оттуда обожжённую, но живую Алису Джелиспай, которую родная мать решила сжечь заживо, чтобы принести ужасную жертву демону Сэмуэлю. С этого момента Алиса стала живым проклятием тихого городка Сайлент Хилл из одноимённой игры. Она мстила всем и каждому, насылая на невинных и виноватых ужасных монстров, трансформируя реальность и заманивая в город новых жертв. Никто не мог унять эту странную девочку в синем платьице, в которую, похоже, вселился дьявол. Он-то и затащил Алису из серии Сайлент Хилл на третье место нашего хит-парада самых ужасных детей виртуального мира. Маленькая девочка с жёлтыми глазами и огромным шприцем, а рядом большой папочка, закованный в броню монстр. Именно такую кампанию обнаружил Джек, главный герой игры Биошок, когда впервые употребил психотропное средство Адам. Он лежал без движения, когда парочка приблизилась к нему. Дело в том, что это маленькое чудовище с помощью своего огромного шприца выкачивало из трупов то самое вещество. Однако Джеку удалось спастись. Позже он снова столкнулся с маленькими сестричками и выяснил, что за тварь превратила обычных девочек в монстров. Он даже спасал некоторых из них, но не всех. Так и бегали эти дьявольские создания по городу Восторг, вследствие чего и попали на второе место. Ну а на первом месте еще одна ужасная девочка Альма из серии Фир. Она стала жертвой эксперимента родного отца, который всего лишь хотел спасти жизнь умирающих. Но как обычных, что-то пошло не так, и Альма превратилась в монстра. Она сводила с ума и обычных людей, и матерых спецназовцев, заставляя их совершать ужасные вещи. Спрятаться или укрыться было невозможно, как и не существовало способа победить маленькую смерть. Альма всегда забирала то, что хотела, убивая неугодных самыми изощренными способами, которые не вмещала в себя наша реальность. Жаждущий мести монстр, созданный незадачливым ученым и собственной дочери, маленькая мертвая девочка Альма обогнала всех конкурентов и стала самым ужасным ребенком виртуального мира. Далее в виртуалити. Fallout 3, Armtossal 2, Dynasty Warriors, а также по Warhammer Online читают лекции. И кто поможет русским в войне с Китаем. Это виртуалити, мы вернулись. У меня есть две новости для любителей Mass Effect. Традиционно плохая и хорошая. Хорошая. Вторая часть игры официально анонсирована и появится в начале 2010 года. Плохая. Те, кто ждут золотое издание первой части, полностью переведенное на русский язык, подождут. Выход игры перенесли на осень. О том, какие игры доступны уже сегодня, в новостях. Японцы очень любят гигантских роботов. Фильмы про этих роботов и игры по фильмам про роботов. А вот сами роботы что-то друг дружку не любят. В новом приставочном робо-слэшере Dynasty Warriors Gendam 2 они дерутся на земле, в воде и даже в космосе. Лупят себе подобных лазерными саблями, парят почем зря из бластеров, стреляют ракетами, мнут бронированные корпуса кулачищами. Кому это надо? Как и зачем в это играть? Неясно. Но если в вас затаился истинный самурай, проект — прекрасный повод выпустить японского воина наружу и дать ему волю побеситься, уничтожая легионы вражеских роботов. Тут ведь целых две выгоды. Во-первых, разомнётесь, ну а во-вторых, поверженных противников можно смело сдавать в металлолом и получить за них книжку любимого писателя всех роботов Роджера Желязной. Металюги, с нами сила! Вдоволь развалив и повзрывав постапокалиптическую Америку в третьей части Fallout, искушённый геймер за пару часов пробежал первый аддон Operation Anachronage и перебил обитавших там многочисленных китайцев. Возникает вопрос, что дальше? Дальше Питтсбург и полуразрушенный рейдерский городок The Pit в одноимённом дополнении. Выход игры уже состоялся, поэтому сейчас я зачитаю полный список нововведений. Новые торпеды, новые квесты, новые умения, новое оружие, новая броня и, сюрприз, новые враги. Не правда ли? Необычный, оригинальный набор новинок. Нет, не правда. Ничего интересного игроки вдоль и поперёк, исколесившие оригинальную игру, для себя не найдут. И убить 4 часа вашего внимания, пусть и со скрипом, проект сможет лишь благодаря заслугам оригинала. Стыдно, товарищи разработчики! Даёшь разрушенную Европу и медведей-мутантов! Следующее дополнение к Fallout выйдет в самое ближайшее время и будет посвящено Братству Стали. А вообще игре очень сильно не хватает мультиплеера. Интеллект, сколько геймеров вообще играет в онлайне? Всего в онлайне играет более 60% всех геймеров, правда, это данные только по Америке. Мда, боюсь, у нас этот процент будет несколько ниже. Надо поднимать. Для тех, кто боится или не знает, как начать играть по сети, качать своего персонажа и стать настоящим асом, мы открываем новую еженедельную рубрику, в которой максимально подробно расскажем, что же такое эти онлайн-игры и с чем их едят. Урок первый вашего внимания. Надоело скучно выносить тупых компьютерных болванчиков? Значит, вы стали настоящим виртуальным воином и пора идти в армию. Ну, конечно, в армию поклонников онлайновых баталий. Сетевые игры — это целый мир. Крупнейший материк на этой планете называется MMORPG. Многопользовательские ролевые онлайн-игры позволяют состязаться с живыми противниками. Ярчайший пример жанра — проект Warhammer Online «Время возмездия». Он переносит вас в фэнтезийную вселенную, где силы порядка и разрушения вот уже несколько веков ведут непримиримую войну. Впервые оказавшись в онлайне, многие теряются. Куда податься, как добиться славы? Готовьтесь, рекруты! Мы открываем академию, в которой вы сможете постичь основы выживания в жестокой вселенной Warhammer Online. Управление боевой группой, магия, зелье варенье. Мы научим вас всему. Вы поймете, кто есть кто в этой сетевой игре. Узнаете, о чем я хаоса и о том, что не все эльфы одинаково полезны. Научитесь побеждать в бою и избегать ненужных стычек. Совершите путешествие по воздуху и по воде. Вы пройдете производственную практику на передовой и спецкурсы секретных дисциплин. Внимание, рекруты! Самое главное в ММОРПГ и извечный вопрос, с кем быть. Уясните себя новобранцы. Чтобы стать эффективной боевой единицей, вы должны максимально вжиться в шкуру виртуального бойца. И вот тут салаги! Можно слегка расслабиться и дать выход своим самым буйным фантазиям. Так и получается, что сорокалетние мужики играют пышно телами принцессами, а тихони и ботаники выбирают тупоголовых орков, которых хлебом не корми, дай кому-нибудь отрубить выступающую часть тела. Свобода выбора полная, не стесняйтесь! Внимательно ознакомьтесь с представителями сторон. Зарубите себе, на чем вам удобнее, что от выбранного класса будет зависеть стиль игры. Станете гномом-бронеломом, будете биться на передовой, закрывая собой напарников. Выберите уникальный класс пастуха-визгунов, сможете натравливать на жалких людишек диких зубастых уродцев. Религиозный фанатик, жрец, лечит союзников, помахивая боевым топором, смертельно опасным для нечисти. И так с каждым из доступных классов. Все профессии уникальны и важны. В Вархаммер Онлайн строгий баланс, и бесполезных здесь нет. Даже если ты эльфийка с голым торсом, тебе найдется дело. Итак, рекруты, занятие окончено. Вот вам домашнее задание. Чтобы войти в мир эпохальной войны, подготовленным, четко определитесь с выбором персонажа. Учтите, что однажды выбрав сторону, вы не сможете переметнуться. Хлюпиков и предателей здесь не терпят. Так что если вы убийцы и психопат, то доброго гнома из вас не получится. Ждем вас на следующем уроке подготовленными и готовыми кровавым сражениям. Вольно разойдись! Далее в виртуалите Армтосал 2 Драконика, а также кто поможет русским в войне с Китаем. Это виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Пару месяцев назад Electronic Arts анонсировала продолжение NFS под заголовком Shift. И вот в сети появилось первое внутриигровое видео. Интеллект? Давай смотреть! Shift появится уже в сентябре. Какие еще проекты выйдут в этом году в новостях? Неспокойно было в Тунисе в 1943-м. Немцы ворвались в это африканское государство и захватили больше его честь. Но хитрый план арийских главнокомандующих не сработал. Американцы с англичанами освободили угнетенных африканцев и разбили немецко-фашистских захватчиков. Об этих славных победах союзников рассказывает новая компьютерная стратегия «Искусство войны Африка 1943-й». Впрочем, кампания за немецкого генерала Роммеля тоже есть. А вот советских войск нет. Зато пытливых геймеров, ценящих тактическую часть не меньше стратегической, ждут 15 игровых миссий в трех компаниях за Германию, США и Великобританию. Также генератор заданий. Так что воевать вам виртуальной Зенхауэре и Монгомере не перевоевать. Главное, чтобы мозги с катушек не съехали. Игра требует немалых военных знаний. Так что учиться. Купыла мама Коника, а я хотел Драконика. Именно это напевает бета-тестер онлайновый компьютерный РПГ Драконика. Игра выходит совсем скоро и выглядит очень кавайно. То есть симпатично для японцев. Впрочем, если вы поклонник большеголовых персонажей, большеглазых девушек и пустоголовых монстров, Драконика для вас. Монстры, кстати, выглядят весьма психоделически. Салатовые орки, вареные крабы, зеленые стрекозы и фиолетовые лягушки. Все они не только несут развлекательно-познавательную функцию, но и одарят героя опытом после своей гибели от его рук. Также в наличии несколько популярных классов персонажей, включая воина и мага, огромные просторы для исследования мира и прикольная музыка. Да, и самое главное, там есть настоящий Дракончик. Прекрасный, классный, утипунечка такая прям лучей чужки. Неспокойно в бывшей Советской Республике Черноруссия. Мировая общественность с возмущением наблюдает в новостях за всплеском террористической активности столицы молодого государства городе Черногорск. Продажные чиновники Черноруссии находятся в преступном сговоре с бандитами и только небольшая группа партизан Красная Звезда борется за права и свободы граждан своей страны. Такую безрадостную картину мы увидим в тактичном шутере Arnasol 2 на компьютере и консолях. Кто поможет несчастным гражданам и защитит их от собственного правительства? Кто даст демократию? А? Правильно! Не японцы и не лаосцы! Вас ждут ураганные перестрелки, командная тактика и боевые вертолеты. Битва за демократию начнется ближе к лету. Так что чернорусы готовьтесь! Извечный конкурент ARMY не только по бредовости сюжета, но и по геймплею Operation Flashpoint тоже собирается появиться летом и тоже хочет всех удивить небывалой реалистичностью. В общем, смотрим сюжет. Operation Flashpoint 2 это продолжение настоящего бестселлера 2001 года. Во второй части мы хотим вывести жанр военного симулятора на новый уровень. Например, мы используем движок от гоночной игры GRID. Наша цель создать самый совершенный симулятор за всю историю видеоигра. Гляньте, вон там сзади меня экран с игрой. Разве не круто? Сюжет у нас тоже не подкачает, само собой. Сейчас я вам всех подробностей конечно не скажу и не надейтесь, но могу намекнуть, речь пойдет о противостоянии России и Китая. Ну там типа война за нефть, за газ, всякое такое. Американцы помогут русским отбить китайскую угрозу, собственно за них вы и играете. Вам наверное хочется узнать, будет ли у вас возможность поиграть за другие стороны конфликта. Ну скажу так, пока доступны только американцы, но возможно мы заморочимся и на остальные воюющие страны. Однако опять же, пока я про это не скажу. Зато скажу я вам, одиночная кампания будет просто опупенная. Мы прокачали компьютерных противников, так что вам придется не сладко. Ну и само собой, мультиплеер тоже никуда не денется. Размер игровой территории около 220 квадратных километров. Это дофига. Если будете это расстояние топать пешком, я вам не завидую. Это где-то еще в 5 пешкодралов. Это знаете ли, даже для виртуального солдата жестко. Поэтому в нашей игре куча техники, на которой можно гонять и плавать. Всего около 50 различных машин. Все они вертолеты, БТР и прочие танки, там джипы, скопированы с реальных образцов и бережно перенесены в игру со всякими мелкими деталями. Впрочем, как и все остальное. Вы знаете, многие, почти все говорят, что именно их игра самая крутая. Так вот, наша игра вот точно, совершенно круче всех этих игр. И очень скоро вы в этом убедитесь сами. на сегодня все. Смотрите на следующей неделе в виртуалити. Кому нужны новые научные изобретения? Какую одежду предпочитают носить виртуальные убийцы? И что такое патапатапатапон? С вами был Макс Васильев. Стэнбай. Субтитры создавал DimaTorzok